22 сентября в 2021 году в 22.20 наступит День Осеннего Равноденствия. Это День Силы. Издавна наши предки считали, что День Осеннего Равноденствия — это особенная дата. Второе название День Силы она получила не просто так. В этот период каждый человек, который обладает тайными Знаниями, может получить поддержку Высших Сил. В этом году праздник считается уникальным, так как эта дата состоит из семи двоек. Кроме того, накануне состоится сентябрьское полнолуние, так что период смело можно назвать мистическим. С научной точки зрения это событие объясняется просто. Солнце меняет свое положение и мигрирует из северного полушария в южное, пересекая экватор. Именно поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором — весна. Осеннее равноденствие не наступает в одно и то же время. В 2021 году это случится 22 сентября в 22 часа 20 минут. С того момента, как Солнце совершит переход, световой день начнет сокращаться и достигнет своего максимума 22 декабря. После этой даты все случится в обратном направлении, вплоть до 22 марта, до дня весеннего равноденствия. Несмотря на то, что в нашей стране эта дата не считается официальным праздником, как, например, в Японии, наши предки не обходили ее стороной. С сентября у древних славян начинался период восхваления Велеса, боготорговли и творчества. Славяне гуляли две недели, семь дней до осеннего равноденствия и семь дней после. Когда Русь крестили, языческий праздник заменили церковным – Рождеством Богородицы. Но в народе традиции не исчезли. В этот день люди срывали рябину и приносили в дом, считая, что такой ритуал защитит их семью от нечистой силы. Хозяюшки пекли пироги с капустой и брусникой, угощая ими всех соседей и знакомых, а затем выносили на улицу, раздавая нищим. Но существуют некоторые запреты, которые нельзя нарушать, если вы не хотите разгневать богов. В день осеннего равноденствия не одалживайте деньги и сами не берите в долг. Не ссорьтесь ни с кем, не затевайте конфликтов и не сплетничайте. Не отказывайте людям в помощи или гостеприимстве. Не начинайте ничего нового, лучше в этот день подводить итоги. Эта дата идеально подходит для планирования и наведения порядка, как в делах, так и в голове. Постарайтесь разобраться в своем настоящем и правильно спланировать свое будущее. Тогда у вас будет понятная цель, к которой нужно идти. Также неплохо будет выполнить свои обещания и уделить время близким. Можете затеять совместный уикенд. Считается, что в день осеннего равноденствия происходит мощный всплеск энергии во Вселенной. Благодаря этому каждый человек может изменить свою судьбу. Существует множество традиций и ритуалов, помогающих избавиться от негатива и привлечь процветание. Моменты, когда день равен ночи, происходят лишь два раза в год, весной и осенью. Эзотерики считают, что именно в эти сутки можно изменить свою судьбу, захлопнуть двери прошлого и обновить энергетику, чтобы жизнь стала счастливой. По традиции, новые дела за пару дней до праздника не начинали, иначе они могли обернуться провалом. В это время уделяли внимание здоровью, заряжались энергией с помощью травяных настоев и снижали физические нагрузки. В день равноденствия очень важно принять прохладный душ, чтобы смыть с себя весь негатив. Такая традиция пошла с древних времен. Наши предки заканчивали полевые работы и обязательно мылись в банях. Нередко они натирались солью, чтобы избавиться от всего дурного, что могло прицепиться за летний период. День осеннего равноденствия всегда считался временем подведения итогов, работы над ошибками и благодарности Вселенной и высшим силам за оказанную поддержку. В этот день важно забыть о ссорах и попросить прощения за свои проступки, чтобы год был счастливым. В день праздника можно отправиться за веточками рябины, которые считаются лучшей защитой от любого негатива и нечисти. Наши предки проводили ритуалы очищения дома, которые используются и до сих пор. Можно окурить дом полынью, а также можно пройтись по всем комнатам с церковной свечой, произнося защитную молитву. В день праздника привлечь материальное благополучие можно, если трижды пересчитать все наличные деньги. После этого по традиции нужно сказать спасибо Вселенной за имеющиеся сбережения, а затем нужно попросить у нее помощи в дальнейшем. Можно также написать желаемую сумму на листке бумаги, расписав планируемые покупки. Дни после осеннего равноденствия считаются самыми удачными для торговли и покупок. В день праздника можно приготовить вещи на продажу, а также запланировать покупки желаемых товаров. В прежние времена в день праздника хозяйки пекли пироги с начинками из брусники и клюквы и устраивали праздничный обед для всей семьи. Во время застолья каждый просил прощения у членов семьи. В этот день также принято обмениваться небольшими подарками в знак благодарности и любви. В этот день можно проводить различные ритуалы, и они будут эффективны. Избавиться от любых страхов можно с помощью букета. Соберите красочные опавшие листья, а затем бросайте их по ветру или в водоем, приговаривая такие слова. Ветер страхи мои уносит, взамен счастье посылает. Со страхами прощаюсь, жизнь новую начинаю, горести больше не знаю. Наши предки старались в день праздника походить по земле босиком, чтобы восстановить свою энергетику. Этот ритуал помогал избавиться от болезней, порчи или сглаза. Считается, что в день осеннего равноденствия разжигание нового огня сулит благополучие. Можно воспользоваться свечами, если нет возможности разжечь костер на улице. Четыре свечи поставьте в углах комнаты, а пятую посредине. Зажгите их от спички, погаси во всем доме свет. На каждую свечу можно загадать желание, а потом задуть ее. В день осеннего равноденствия в прежние времена незамужние девушки надевали длинные юбки, подпоясывались красными лентами и писали свое желание поскорее выйти замуж на листочках, а затем шли к рябине и закапывали под ней свои пожелания. Каждая девушка уносила домой веточку рябины с несколькими ягодами. На ночь ее клали рядом с подушкой или под нее, а затем высушивали и оставляли в доме. Считалось, что рябиновая веточка привлечет любовь и оттолкнет от дома нежелательных ухажеров. Также в этот день, в день силы, можно разом избавиться от всех дурных привычек. Для этого их нужно написать на листке, а затем помолиться ангелу-хранителю о помощи. Листок стоит сжечь, а пепел нужно развеять по ветру со словами «Не доставайтесь никому». Привлечь в жизнь процветание в день осеннего равноденствия можно с помощью угощения. Для этого можно напечь булочек или купить в магазине сладкое угощение и раздать его незнакомым людям, чтобы добро обязательно вернулось в дом старицы. В день осеннего равноденствия очень важно настроиться на позитив и гнать прочь любые печальные мысли. Считается, что день, проведённый в радости, привлечёт удачу, и до следующего праздника в жизни будут случаться только позитивные события. Наши предки в день осеннего равноденствия использовали простой ритуал, который способствовал изгнанию негатива из жизни. Для этого на рассвете необходимо выйти на улицу и встретить солнце со словами. «Перед солнцем стою со своими бедами и невзгодами. За день их забери, с закатом от них избавь». А вечером на закате необходимо проводить солнце с такими словами. «Все беды и невзгоды из моей жизни забирай, никому не оставляй. Возвращайтесь домой, а на следующее утро на восходе принесите солнцу дары, испечённый своими руками пирог, фрукты или овощи осеннего урожая. Поблагодарите небесное светило за помощь и поддержку». Также в этот день силы можно привлечь благополучие в свою жизнь. Чтобы привлечь в жизнь процветание, в день осеннего равноденствия необходимо отправиться к открытому водоему. Сядьте на берег реки, пруда или озера и напишите на небольших бумажках всё, что вас тревожит. Опустите записки на воду со словами. «Проблемы в воде отдаю, пусть мои проблемы уплывают, невзгоды исчезают». Зачерпните ладонями воду и умойтесь, затем бросьте в водоём монету с такими словами. «Плата за добро бескорыстная, умываясь водой чистой. Как монета дна коснётся, так и процветание в жизнь вернётся». Ещё наши предки придавали этому дню особенное значение. Издавна его приравнивали к новолунию. Осеннее равноденствие – это энергетически очень сильное время. В первый день астрономической осени можно подумать о своём будущем и предстоящих планах. Особенно это касается этого года. Этот период отлично подходит для медитации и размышлений. Считается, что в осеннее равноденствие между небом и землёй открываются невидимые ворота. А это значит, что все молитвы, желания и пожелания будут услышаны и исполнены. Я желаю вам счастья, благополучия и успеха. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok